как происходит скручивание листьев и ванчая с помощью роллера хотел сказать по поводу роллера он сделан из пятислойной фанеры вот такая спираль единственное вот здесь я сделал спираль тонко очень где-то сантиметр поэтому он переломился краешек в этом ширина сантиметр всего поэтому когда я скручивал его он сломался там где толще полтора сантиметра там хорошо держится эти части скручивание листа происходит когда вращаешь на данном случае роллер он небольшой для стакана можно чуть побольше пиала но у меня нету чуть чуть побольше немножко подходящий ты такая вот кружка еще важно чтобы края здесь были не закругленными ровно примерно 90 градусов если это как тарелка то при скручивании будут будет происходить что листья будут хорошо вылазить очень тяжело скручивать тогда если же это как кружка то скручивание очень хорошо происходит внутри все просто нужно против спирали купить руки против спирали да происходит закручивание листа но опять же лист будет закручиваться если он подвяленный если он свежий лист он будет ломаться проверяет как можно если просто смять его лист если вы не переломывается легко мнется ломается таким образом он подвялился хорошо на солнце нельзя вялить обычно делается это в тени можно например на ночь положить хотя в каких-то случаях листь может подсохнуть края например поэтому хорошо было бы в такое время чтобы проверять можно было переворачивать его потому что где-то он подсыхает его нужно переворачивать чтобы другая сторона подвяливалась и тогда равномерно подвяливаться опять же определить сами мы можем иногда бывает двух часов достаточно как я вот в прошлый раз делала два часа всего меня и он уже хорошо сгибается хорошо закручивается иногда побольше вот этот лист например пришлось побольше немножко но на ночь и оставил его часов 8 примерно если не вяленый лист он будет ломаться и выглядит некрасиво как это происходит например внутри показать вот я взял специальный стакан такой что можно было видеть хорошо как это происходит внутри на скручивание закручивается вот видно что он закручивается лист но тут стакан он высокий поэтому вверх поднимается видно что вверх поднимается здесь вот идеально пропорции идеальный он из прижимает и закручивает это тоже самое также закручивается крутится там еще здесь он еще переворачивается по кругу идет потому что прижимается эта часть а так оно получается так как он высокий он только по спирали здесь же он будет полностью кружится закручивается лучше будет закручиваться если например при ручной скрутке молоденькие листочки берешь сразу и например если скручиваешь колбаски внешь их колбаски скручиваешь и укладываешь допустим банку плотно складываешь трамбовываешь или некоторые минут например то там не надо подвяливание не надо сразу собрал молодые листочки желательно до цветения собрал их хотя там тяжелее собирать до цветения во время цветения когда собираешь листья легко взрывается без проблем до цветения стебель часто ломается потому что он молочный нежный поэтому листья очень тяжело срывать порой нужно почти чуть ли не по листочку срывать вот когда они молодые до цветения но листья замечательные и очень мягкие ароматные и чай очень суперски получается она того стоит таком случае если мы например используем ручную скрутку например в крутку в колбаске или кто-то мнет просто берут и минут а потом закидываем в банку до ставим в тепло это не на солнце но в тепло в тени в тени в теплом ставим например дома если тепло нам нужно поставить чтобы с прямых солнечных лучей не попадала или кто-то кто-то например накрывает это все чем-то темным и на солнце ставит тоже ничего страшного потому что накрыто главное чтобы солнце не попадало на лист и таким образом происходит ферментация несколько часов зависимость какой мы хотим чай хотим чтобы он был ароматный такой приятный запах вкусный напоминающий зеленый чай может поставим час два три часа нам достаточно будет такой почувствуем 45 до зависимости от температуры чем больше температуры тем быстрее происходит ферментация опять же если слишком высокой температуры ферментация становится и вот если нам немного надо мы сделали это аромат почувствовали открыли почувствовали запах такой приятный все достаточно хотим зеленый такой вкус напоминающий зеленого чая или мы например любим черный чай и хотим с такой терпкостью напоминает какую терпкость их черного чая такого хорошего дача мы хотим например такой чай так в таком случае мы больше ферментируем несколько часов восемь-десять сутки тогда замечательно получается чай если очень долго ферментировать его оставляем по сути по вкусу он три например три дня четыре дня пять по вкусу он сильно не будет отличаться единственная аромат чуть-чуть теряется например сутки постоял и допустим пять суток пять суток ферментация полностью и за сутки тоже полно полностью хотя смотря какой если скручивали листовые колбаски 24 часа при скручивании листовые колбаски утрамбовали то в полная тоже ферментация происходит если же 5 то же самое если воздух не попадал не испортится но маленечко нету отдачи аромата чуть меньше ну то же самое получается по вкусу также фактически отличить ее можно только при сравнении налить один и тот же чай это еле-еле практически нет чем вот тот который например мы часа ферментировали да там видно отличие а тот который вот сразу там поставили на пять дней например да или 20 или сутки которые двое двое суток там почти не качем еще что важно сказать при скручивании а вот в этом методе до скручивания этот метр естественно переняты из для скручивания его использовали в производстве когда скручивали черный чай скручивали и ферментировали черный делали там используют роллеры машины такие или раньше до начинали использовать тоже доски вручную да потом уже перешли на машина скручивание роллер это большие тоже подобная спираль да там это металлическая спираль сделано подобный тоже идет спираль но тут еще крестиком у них делается в машинах автоматических которые также выпуклость примерно так такого же такой же ширины высоты размеру больше намного конечно на полметра примерно или где-то даже больше бывает закручиваться и он крутит но сейчас использую тоже уже несколько лет используют для изготовления ван чая этот метод пользу на роллера давно тоже вошел для его чая ферментации удобно в чем в том что у меня маленький размер маленькая кружка поэтому мне подольше придется помучиться ну большие объемы большая спираль побольше фанеру или кто-то вырезает по дереву выемки делают рельефную резьбу или барельеф даже некоторые я смотрел получается тоже но получается что если размер больше его сделать то и соответственно побольше должна быть кружка или там пиала да побольше тарелка может быть даже где-то если большой до роллер самому сделать двумя руками крутить но тогда я можно всю такую гору закинуть и скрутить за раз быстро это происходит все тогда все это потом положено для ферментации для чего это делается это не только делается для того чтобы лист красивый был закручен как магазине продается основной это для того чтобы была ферментация то же самое что кто-то мнет или кто-то например скручивает до такие вот колбаски скручивает их да и складывает тоже ли мне целистая с клеточная структура разрывается в данном случае это происходит когда лист закручивается он тоже становится такой мягкий липковатый после чего происходит хорошая ферментация потому что ли становится мягким ферменты начинают хорошо активно внутри емкости да внутри этого листа этих листьев хорошо взаимодействовать нет кислорода происходит ферментация если же кислород попадет сюда то тогда произойдет другой процесс то если например оставить банку открытой то тогда будет окисление если даже накрыть тканью через которую может попасть воздух будет происходить окисление поэтому важно чтобы не было окисления чтобы была ферментация чтобы чай был вкусный а не кислый важный например если мы делаем банки закрывать емкость должна быть герметичная чтобы кислород это не попадал тогда произойдет хорошая ферментация поэтому можно использовать такие роллеры каждый может спокойно сделать его без проблем делается очень просто достаточно чтобы было фанера или доска циркуль или даже такая банка подойдет подставляешь тарелка потому что прочерчиваешь но примерно на 8 спиралей для большого роллера может быть понадобится больше спирали там для такого достаточно 8 здесь здесь отмечаешь серединку поставил я например рюмку сюда ставил поставил и чертил началь конечно здесь тоже круг делать на самом деле про и это лобзиком электро лобзиком это все выпиливаешь учитывая вот какая еще может особенность быть когда мы допилим допустим фанеру важно в электро лобзике убрать вибрацию там есть вибрация некоторых лобзиках большинстве пилка вибрировал а когда по дереву это ускоряет пропиливание в этом случае наоборот будет разрывать например вот что может произойти вот вырубала допустим часть фанеры начале я думал с этой стороны сделать и хотел ну для меня было не для меня удобнее например против часовой стрелки крутить но так как произошли сколы из-за чего кружка например будет впиваться в эти сколы тяжело пришлось выбрать эту часть поэтому включение происходит по часовой ну как вам удобно можно это учитывать тоже эти особенности еще сказать про роллер если а вот делаю роллер еще один решил сделать проверить так как а тут из трех слой на фанеры в отличие от этого это 5 то чтобы не сломалась я сделал тут пошире получилось 3 сантиметра ну и что вы думаете скручивание происходит хуже плохо очень скручивание происходит чем это связано или из-за того что ширина тут больше или же из-за того что высота меньше не знаю но вот этот роллер из пяти слойной фанеры толщина примерно 6 миллиметров высота 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 6 миллиметров ширина здесь идет где-то где-то от одного с этого края то где-то полтора с этих краев до чтобы не сколов не вот здесь и вот получилось что у меня когда пилил скол произошел почему произошло что он сломался и почему потому что здесь меньше даже сантиметр это сантиметр ну вышла чуть-чуть 9 миллиметров ну примерно так зачем он сломался что хуже на поэтому нужно учитывать это например если здесь делаем тушь чуть-чуть маленечко хотя бы тут краю краев пошире чтобы не было такого так скручивание происходит хорошо замечательно метод мне понравился лист красивый получается тоже не напрягает это все например вот когда я делал мясорубкой тогда это напрягало я вручную делал это очень сильно напрягало во-первых тяжело затрады сильные трава очень плохо прокручивается может у кого электрическая мясорубка может и проще не знаю не пробовал вот ручную я замучился потом еще эту мясорубку отмывал мыл ее лишние хлопота тяжелее мы там каждую деталь приходится время на это много тратится просто и сама ферментация при гранулированном чая то есть если через мясорубку делаем она дольше то есть там если допустим для скручивания вручную листового выдачи мы что вы делаем достаточно суток например сутки двое где-то трое то вот для гранулированного это маловато будет там нужно побольше времени чтобы ферментация даже началась чтобы был чай нормальный такой там двое суток и более здесь же да вот для листового чая время побыстрее происходит не знаю чем это связано ферменты может быстрее как-то работают не знаю и вот и аромат сильнее от листового чая исходит приятнее аромат запах когда сравниваешь эти виды разные листовой чай гранулированный или даже листовые сравниваешь методы разные приготовления то видишь разницу какой лучше ну вот этот хороший тоже метод по сути все эти методы замечательные плюсы в каждом есть в этом роллеры плюсы что это можно быстро сделать особенно если объемы роллер большой да есть соответствующая пиала которая такими краями да будет или тарелка такая чтобы чай не влазим хорошо скручивался быстро будет происходить быстрый метод мять тоже очень быстро и быстро скручивать листовые колбаски но там быстрота в другом там руки будут болеть но там быстро происходит ферментация то есть маг моментально ферментируется быстро очень там часов десять и уже все уже хорошо ферментировал самую быстро ферментации там может быть за счет уплотнения сильного плотного не знаю что мощное уплотнение происходит плотность и очень много влазит туда в банку при скручивании когда мнешь да это тоже очень быстро его быстро мять опять же если листы старый например поздно собранный тогда он ломается много ломаного листа если кому-то все равно ломается нет ну еще вот что получается что но ферментирует все нормально ну вот что ломается может быть а если вот листовые колбаски скручиваешь даже старый лист можно скручивать не надо ничего не вялить ничего просто плотно его утрамбовываешь берешь и плотно плотно скручиваешь он конечно будет расходиться где-то скручиваешь и плотно друг другу утрамбовываешь и прям до такой степени насколько возможно насколько влазит утрамбовываешь его и тогда ферментация суперская происходит и быстро каждый особен чем-то муж я как бы все методы эти использовал использую чай получается вкусный при всех методах от гранулирована правда отказался из-за того что он сложнее немного его делать для меня просто сложнее и по вкусу мне не сильно понравился что-то у него такое есть какой-то привкус непонятный ну может кому-то наоборот привкус нравится это не терпкость я даже не знаю как называть горькость наверное чуть-чуть так слабенько еле-еле ощутимо когда вот он остынет это вот этот слабенький горький привкус чувствуется когда он в горячем состоянии его не отличить не чувствуется но вот мне понравилось конечно листовой больше понравился и все эти методы по сути они хорошие каждый из них есть свои особенности можно использовать какой вам больше всего нравится делает замечательный ферментированный иван-чай